Доброе утро, дорогие мои! Вот на этом месте собираются некоторые у нас всемогущие люди ставить пункт ремонта обуви 24 на 7 сутки. Вот близлежащие дома сутки будут носить вот сюда свою старую обувь для ремонта. Вы можете себе представить? В туалет они будут ходить вот сюда. А вот сюда. Так что, так что вот так, дорогие мои! Если некоторым всё запрещено, то иным всё можно. Вот так. Вот так и живём, дорогие мои! И что вы думаете? И ведь дали разрешение власти. А что властям? Дали и всё. Вопрос. За какие заслуги дали? Снова подставное лицо. А вот там у нас уже имеется, уже долгие-долгие годы стоит пункт ремонта обуви, ключей. Вот они уже стоят столько лет, работают и работают. Ну зачем нам под боком вот новая вот эта вот ремонтная тип-мастерская? Ребят, ну зачем? Ну зачем? Я не знаю. Алло! Кемеровские власти! Может, вы всё-таки ответите? Зачем? И почему? Вопрос. Вот такая красота, дорогие мои! Видите? Погода сегодня чудесная, чудесная! Вчера не выходила. Просто состояние было, не стояние. Ну а сегодня вот прямо выдернула себя. Выдернула себя за шкирняк и отправила на прогулку. Дорогие мои, пошла в берёзовую рощу гулять. Друзья, иду погулять в парке. Смотрите. Вот это у нас комплекс жилищный. Берёзовая роща. А вот там вот в пруду уточки. Посмотрите. Смотрите, какая красота. Это вот новый у нас жилищный комплекс. Видите? Всё красиво. А вот наш храм светится золотыми куполами. Не закончили ещё. Не могут, видимо, собрать денег. Пожертвования маловато. Вот так. Смотрите, какая кругом красота. Тепло сегодня, друзья. Тепло. Прямо солнце такое горячее. Ну а я, как уже сказала, что прям за шкирку вытащила себя на прогулку. Вот так. Сейчас пройду туда к уточкам. Взяла вздёрочка Федина. Грабельки. И буду собирать материал для своей будущей бормотухи. Друзья, смотрите. Какая красота. А вот та дорога у нас идёт на Южный. Видите? Вот. Ну, красиво, конечно, у нас. Красиво. Прямо... Вот надо каждый день ходить на прогулку. Каждый день. Разминаться для того, чтобы сердечная мышца работала. Чтобы суставы не застаивались. Но я ленивая. Ох, ленивая. Ой, таких лодышей ещё поискать надо. Ой, дорогие мои. Иду, а меня качают в разные стороны. Вот там будет мостик. Я через него пройду. И покажу, как я буду брать материал вот с этого прудика. Из-под берёзки. Из-под другого деревца. Из прудика. Где уточки. Я надеюсь, что они ещё там. В этом прудике. Ну, а на зиму, конечно, когда полынья будет замерзать, они, либо они туда вниз как-то уходят, либо вот, друзья мои, не знаю. Друзья, ну что. Я пришла на маленький мостик. Вот там большой мостик, который переходит на ту сторону. Ну, а я вот здесь остановилась. Сейчас я покормлю. Посмотрите. Вот там, видите, уже покрылась полынья вот эта вот льдом. И вот с этой стороны тоже уже покрывается льдом. Посмотрите, как всё оборудовано. Берег сделан из таких огромных валунов. Посмотрите, какая красота. Дорогие мои. Вот моё ведёрочко. Видите? Это я вот перейду на ту сторону. А сейчас я буду кормить уточек. Я специально зашла в пятёрочку. И купила хлебца. Мои хорошие. Этот раз я прям не опростоволосилась. Видите, вот у меня хлеб. 50 рублей. Маленький-маленький кружочек хлебушка. Вот они. Вот они, красавцы. Здесь все их кормят. Вот кто сюда приходит. Вот он, вот он, вот он. Видите, пострел. Самый смелый. Схватил кусок. И всё. И поплыл. Бегом, бегом. У меня Фидюшка тоже, когда они приезжают сюда с родителями, он тоже обожает вот это вот, кормить уточек. Вот так. Вот они. Скоро-скоро наступит холода. Друзья, ну что, я пришла на этот мостик. Покормила голубей. Вот видишь? Видите? Здесь постоянно, постоянно и взрослые, и дети постоянно их кормят. И все люди, я посмотрела, и люди, и дети вот с такими лицами, с лучезарными улыбками. То есть всё вот, понимаете, всё в удовольствие. Ну а что, это же, это же всё божье, божье создание, дорогие мои. Ну, а у меня вот такой скребочек, маленькая ведёрочка. И я вот сейчас вот здесь вот на берегу буду брать материал для моей бормотухи. Вот так. Посмотрите, сколько их. Я уже их покормила. Вот, сейчас ещё покормлю. Вот они, вот они, и голубки, вот они, посмотрите, посмотрите. Вот видите, ребят, вот, кормите голубей. Кормите голубей. Это божьи птицы. Вот, я прошу у них, чтобы был мир на земле. Чтобы, чтобы было счастье, благоденствие, добро. Посмотрите, посмотрите, как они едят. Вот такие. Друзья мои, какая, какая благодать. Ой, какая благодать. Не могу, прям у меня слёзы на глазах. Какая благодать. Вот оно, соединение с природой, друзья мои. И вольно дышится. И вот эти вот уточки, и голуби. Всё. Всё. Вот настолько, друзья мои, вот, прямо вот душу согревает. Вообще. Вообще. Вот так. Вот так сделаешь добро, да. Вообще вот добро сделаешь вот именно нуждающимся. Нуждающимся. Вот они нуждаются, понимаете. Ну да, там есть какие-то червячки. Но этого же мало. Они уже всё выбрали. А вот человек пришёл, накормил, поговорил с ними. Дал им кусочек своего тепла. Жар своего сердца. И это уже хорошо. И они наполнились. Посмотрите, вот они на льду. Видите? Вон, ребятишки. Видите? Папочки, пожалуйста, со своими деточками приходят. Ну вот, друзья. Так что, так что жизнь продолжается. Не всё так печально. Когда люди проникаются к природе, к меньшим своим братьям. Ну, дорогие мои, это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Ну, а я сейчас... А я сейчас начну брать материал вот с этого участочка. Ну, а потом дальше туда куда-нибудь пройду. Друзья, любуйтесь. Любуйтесь этой красотой. Любуйтесь этой красотой. Вот, посмотрите. Посмотрите. Мужчина с ребёнком кормит голубей. Господи, Господь воздаст ему. Даже не представляете. Сколько он ему хорошего воздаст. Так и будет, я в это верю. Ну что, пошла я собирать материал. Друзья, вот я взяла водоросли. Видите? Травы вот отсюда. Здесь земля настолько влажная. Настолько влажная земля. Она вся прямо... Видите как? Ой, боюсь прям... Боюсь утонуть в этом месте. Обувка моя уже стала сырой. Промокла. Ну-ка, вот здесь вот ещё посмотрю. Ну, не могу. Неа. Неа, нет. В общем, не могу я земли оттуда взять. Не получается у меня. Вы, мои сладкие голубочки. Ну-ка, может... Нет, тут одни... Одни камни вот... Вот. Вот так. Вот. Видите? Ну, пусть будет с камушками. Бог с ними. Вот так вот. В общем, вот взяла вот столько. Сейчас пойду под берёзку, под какой-нибудь кустик. И немножечко... Ещё возьму земельки. Так, что тут у нас? Какой-то кустарник. Вот так. Ой, Федь. Скривочек твой. Вот так, помаленечку. Это мне, знаете... Это мне для того, чтобы, когда я буду делать свою бормотуху, я буду складывать вот это вот всё. И листочки, и всё такое прочее. Ой, друзья! Только закончился сезон. А я уже снова готовлюсь. Дорогие мои! И не представляете, как хочется жить. Как хочется жить, мои хорошие. Вот эти. Пожалуйста. Вот они, золотые купола. Ну, пойду сейчас ещё из другого места возьму. Вы, мои хорошие. Сейчас назад пойду, ещё вас покормлю. Я ещё там кусочек хлеба могу вам дать. Да, в принципе, могу и всё скормить. Могу и всё скормить. Зайду, куплю новый. А вот берёзка. Ну, конечно же, я здесь не обломаю. Не обломаю. А вот... Вот грибочек какой-то. Ну, не обломаю я его, конечно же. Вот очень жаль, что я... Ох... Сейчас... Сломаю. Федин. Ты тут... Ой, не могу. Могу. Не-а. Может, вот отсюда... Немножко. Вот так. Вот так, друзья мои. Представляете, как я хочу... Как я хочу в следующем сезоне готовить бормотуху для своих росишек. Дорогие мои. Надеюсь, Господь милует и всё это будет. И всё это сбудется. Ну, вот. Вот так. Ну, и достаточно. Вообще прекрасно. Вот. Сюда бы в следующий раз прийти бы и немножко бы взять бы... И немножко бы взять земельки для рассады. Вот представляете, какая она. Вот так. Ой, ребят, какой материал. Обалдеть. Ну, не могу я её. Не могу. Ну, вот. Палочки вот возьму. Вот. Посмотрите. Палочки уже... Палочки уже с триходермой. Видите? Вот. Вот их сколько. Отлично. Вот так. Ой, дорогие мои. Всё, у меня заканчивается зарядка. Друзья, вот столько я набрала материала. Вот такая красота. Голубое небо. Друзья мои, всем всего хорошего, всего доброго. Пока-пока.